Дворцы, приветствую! Меркул Успехи на Игрании, канал Индивид. Пси-индивид, пси это значит душа. И вот я на этом канале вещаю о своем пути к пробуждению, к осознанности, к своей истинной сущности, которая спрятана за этими субличностями, за ложным эго. И этот ролик о практике випассана. С 1 по 10 мая 2022 года я находился на практике тишины, неподалеку от населенного пункта Геленджик. И очень-очень рад тому, что я смог там оказаться. И это событие произошло в моей жизни. Очень позитивные наблюдения и есть что об этом сказать. В общем, могу сказать, что эта практика не для всех. Не для всех, потому что не каждый готов по 11 часов в день медитировать. И здесь под понятием медитировать, это не то, как я, например, привык это делать дома в сопровождении, в звуковом. То есть включаешь и там какой-то гипноз, какая-то там озвучка того, что когда там, куда внимание направить, о чем подумать, что представить. Здесь все намного жестче. Здесь просто 11 часов в день. И в принципе каждый день одно и то же с небольшой разницей. То есть первый день ты... На самом деле это, наверное, секретная информация. Но я так в некоторых деталях задрог. То есть сначала ты просто концентрируешься на дыхании. Потом ты уже на кончике носа. Ты чувствуешь, как вот вдыхаешь, как выдыхаешь. Как меняется температура. Как расширяются вот легкие. Как вот... Ну что ты сможешь почувствовать, то ты чувствуешь. Тем самым ты заостряешь свой ум на прочувствовании тела. Уже не на ментальном плане твой ум находится. На жестком. То есть где вот откуда слова и формируются. Почему это и происходит в молчании. Чтобы не выходить вот в этот грубый ум. А находиться всегда в чувственном. В прочувствовании себя. В нахождении в каждом моменте. И в следующие дни начинаешь проходить по телу своим вниманием. Сначала ты учишься это делать. И потом ты уже начинаешь симметрично это делать. Большими кусками. Ну и уже как бы как... Жонглировать, наверное, научиться. Сначала одной рукой, второй. Потом об двумя. Потом может быть там под ногой. Еще там как-то. То есть ты уже вот так вот умеешь. Но замечу вот по себе. Если бы у меня не было предыдущего опыта прохождения вниманием по телу. Я бы, наверное, убежал оттуда бы вот на четвертый-пятый день. Потому что сидеть... Ну у нас там были, да, такие как бы ребята, кто не дошел до конца. Которые, ну вот когда приходишь, да, в зал медитативный. Люди сидят, молчат, без движения. И вот, ну чем-то заняты. И они заняты не перебиранием мыслей о том, кто прав, кто виноват, что сделать через месяц. Как приготовить там или одеться, куда пойти, война, мир, спасение китов и прочие моменты. Нет. Они направлены вниманием себя, и они поднимают свои старые санскары. То бишь зажимы. То есть мысли формы, убеждения, которые запечатаны чувствами в теле. И вот практика випассаны именно для того, чтобы достать это. Проходишь вниманием по телу, и в каком-то месте чувствуешь вот какое-то либо дискомфортное, либо наоборот приятное ощущение. И в этот момент возникает в уже жестком, да, физическом, вот, ментальном пространстве какое-то либо событие картинками, да. И ты уже такой вне тела, ты уже в этом событии. То есть тебя уже, вот это, как осознанный сон. Ты бы, может быть, я бы, может быть, засыпал в эти моменты, но суть в том, что когда ты сидишь, когда у тебя скручены ноги. Ноги, кстати, сильно болят, я думаю, отдельно сейчас еще об этом скажу. И ты не можешь заснуть, уснуть при этом всем. Ты, то есть, можешь смириться с тем, что ногам у тебя дискомфортно. Но, как бы, до конца принять это, это и есть суть, одна из сути медитации. Ну и вот, маленькая ума у меня улетает все равно. Вот это труд, это труд 11 часов сидеть в медитации, вот, и острым умом ходить по себе, доставать. Когда достаешь, чувствуется, вот, обычно боль. То есть, обычно достаешь то, что, ну, неприятно. Либо возжелание, то есть, либо, вот, какие-то твои. Но у меня было много таких, как сказать, сексуальных фантазий всплывало. То есть, и ты просто, ну, вот, охвачивая, охвачивая тебя всего, меня всего. И, получается, я, хоп, а эти образы, мысли все там раскидываю и вниманием в тело. И вот я там, там, сям чувствую, и я позволяю этому происходить. Тем самым, то, что меня тревожило, оно перестанет меня тревожить. Если уже теперь я к этому отношусь без отвращения и без вовлечения. Вот такая история, вот так вот становишься чище. И вот эта вот практика, это и есть випаса. Казалось бы, вот оно, все. Но, ну, это работает. Так приходят к истинному пробуждению. То есть, это нельзя вот просто взять, попробовать или вылечить этим болезни. То есть, ну, чисто эту цель преследовать. Это тоже сделает. То есть, я вот эту проходку по себе узнал, например, еще раз в очередной вот у Экарта Толли. Это до того, как попасть на випасану. И он говорил, что, ребята, делайте так, вы запустите регенерацию клеток тела. То есть, вы запустите процесс омоложения. И, как бы, ну, я такой, ну, с мамой тоже, как бы, ведем разговоры, да, какие-то моменты о росте, развитии. Я говорю, мамуль, давай, солнышко, так делай. Я там, дочки там. Ну, то есть, те люди, о ком я забочусь, я, как бы, эту информацию, как бы, распространяю. Есть, кстати, чаты у меня в Телеграме. Есть и индивиды, есть по мухоморам. Мухоморы тоже какой-то части в моей жизни были вот до випасаны. Много присутствовало их. Сейчас я чувствую, что это состояние вот этого присутствия, оно у меня теперь без мухомора. То есть, если раньше я использовал это ракетное топливо, да, вот мухомор, и оно, получается, делает меня немножко как ограниченным в способностях ума. То есть, оно вроде убирает беспокойство, но, помимо этого, оно и сокращает возможности. И это ракетное топливо, которое надо использовать от осторожности. А тут я своими собственными силами, то есть, своим собственным вниманием, то есть, понимая, как вообще распорядок дня свой организовывать. Тоже благодаря випасане это случилось. Я всегда хотел просыпаться рано, да, спать ложиться раньше, там, есть до полудня. То есть, и я не знал, как это попробовать. И это все произошло само. Этих 10 дней они дали свои отпечатки. И вот, теперь пока что дальше продолжаю так жить. Ну, еще сейчас, на сегодняшний день, 14 мая только, то есть, 4 дня, 4 день пошел только, но... Ну, как бы то, что уже прожито на опыте, да, мудрость, которую я понимал, и, ну, не сказать изначальное, ну, она давно была во мне осознанна мной, но не прожита. А теперь, когда она стала прожита, то есть, это... Я теперь вижу, куда я иду. То есть, это такое открытие внутреннего духовного видения. Вот. Это увидение того, что... Ну, в очередной раз подтверждение того, что вот этот мир, да, который вокруг... Вот я сейчас нахожусь вот здесь вот на пляже, ну, рядом с набережной. Сейчас достану, потом могу не поставить. И вот эти люди, они счастливые, они ходят, они отдыхают. Вон, дедушка колесо крутит, да, там, вон, сзади рыбаки, тут на шкутерах бывает катаются. Ну, вместе с мая еще мало купаются, да, там, дети вон прыгают. И они все счастливы. Вот, но... Из них мало кто поддавал сомнению то, что они едят. Приносит ли им это польза. То есть, мясо, гмоушки, вот эти все продукты, вот, которые... Ну, можно тоже считать, что это преступление их продавать, потому что это реально травить себе подобных, травить людей. Но если есть спрос, да, то почему бы... То есть, как будто создают себе самообманы, создают себе тем самым вот эти как раз-таки зажимы. И идут на работу, которую не любят, для того, чтобы кормить семью. Ну, и говорят себе, что, ну, я другую не найду. Это вот единственный способ. Там, убивать животных, да, там, на работе. Либо обманывать кого-то, да, там, то есть... Это их выбор. Это, ну, души, они пришли за этим опытом. А кто-то, вот, ну, находится счастливый и по неведению, то есть, ну, делает что-то. Так же я нахожусь в каком-то неведении. То есть, каких-то других процессов, в которых я участвую, но, вот, и тем самым нанося себе вред. То есть, это вот, ну, например, с сигаретами. Кто курит, да, и объясняет себе, да, мне нравится, мне это не мешает. То есть, да, я там полпачки в день всего, да. Ну, хоть как ты это себе объясняй. То есть, это не любовь к себе. Это действия, направленные на старение, на убийство самого себя. Поэтому, ну, как... И это опыт. Опыт осознать это и понять, отпустить. То есть, понять, как это на тебя влияет, признать свою ошибку и исправить. И вот, еще, Випассану я сравниваю, вот, помимо Мухомора, еще с Обществом анонимных наркоманов. Там есть программа «12 шагов», которая вот по шагам достает из людей всякую гадость, так сказать. И когда пишешь ответы на вопросы, да, там, кого я предал, да, там, как я плохо поступал, там, и прочее. Вот это вот, все зажимы, вот это говно, оно поднимается наружу, оно лезет с тебя слезами. И ты чувствуешь себя, блин, таким ничтожеством. Но это важно сделать. С этой болью, вот, выходит это все. Ты добираешься смелости признавать вот эти вот, свое омерзительное поведение. Но это ты, когда с минуса в ноль идешь. Вот. А когда випассана, это ты уже, когда с нуля идешь в плюс. Когда вот эти зажимы, вот эти какие-то маленькие нестыковки у тебя с самим собой, со своей совестью. А совесть, ну, она у всех, в принципе, одна и та же. Просто разный уровень ее загрязнения, так сказать. Мы на нее накладываем, накладываем мысли формы, и потом мы ее вообще не видим. Мы изменяем, мы считаем, что много сексуальных партнеров, это нормально. Это, ну, это просто вот, ну, в песнях об этом поют, что я там, у меня есть борода, и ты скажешь мне, да, я вот каждый раз выхожу из клуба с новой чикой, там, и вот, вот это вот, давай чуть-чуть подвигаем. И все танцуют, бухают такое, алкоголь, там, налейте мне текилу, шмила, там, и, как бы, ну, событие происходит. Там вот и однополые болезни ума, да, всякие, и прочие моменты, и это все вот, как бы, лечить надо. А как это вылечить? Поменять убеждения. И суть еще в чем, что у нас формируется такое отношение к внешним обстоятельствам, обстоятельствам, что именно они приносят нам вот эти ощущения. То есть, например, когда-то в моей жизни мне приносило удовольствие баночка алкогольного энергетика через затяг, да, сигареты, это вот было прям, ну, что-то, что-то такое вот. Когда я садился, я говорил, да, как же хорошо. И понимаешь, у меня может возникать старая ассоциация к тому, что это повторится так же, вот если я сделаю это сейчас. Но это будет самообман. То есть, это искусственно созданная привязка внешнего к внутреннему ощущению. То есть, это похоже на то, как будто бы двое, играя в шахматы, договорились при срубании, ну, фигуры, да, противникам отжиматься. И если, глядя со стороны, можно было увидеть эту закономерность, что срубил, отжался. Но это происходит только пока так делают игра, игроки. Как только они перестанут так делать, то есть, решат перестать так делать, они могут перестать так делать. Так же ты, понимаешь, так же вот, ну, вот во мне, понимаешь, срабатывает старая реакция, например, вот хочу жареной картошки. Я помню этот, ну, вкус детства, да. А я уже на другом типе питания. То есть, во-первых, картошка, она привезенная Петром Первым, да, лжи Петром, то есть, там история была переписана, и там, ну, был геноцид настоящего славянского, вот, рода, да, творцов многомерных, вот, именно вот, ну, таких деятелей. На вот этих вот низкочекровых вот сущностей и сучок, что картошка, она убирает родовую, вот, долгосрочную память. И жареная тоже, я стараюсь есть живую пищу преимущественно, да, там, салаты, фрукты, овощи, орехи, там, специи, злаки, там, ну, такие моменты. Ну, ну, суть не в этом, суть в том, что, когда я ее съедаю, я вроде чувствую вкус этот, оно приносит удовольствие. Но потом последствия, которые, там, сдутие живота, щек, там, наутро, оно, ну, не стоит того. То есть, я также могу кайфануть салатика с морковкой, например. А раньше я не мог этого сделать, мне его, ну, было недостаточно, мне он прям, ну, был как-то противен. Так же, как когда-то не заходили книги, озвученные, не коша, то есть, я засыпал под них. То есть, а сейчас это, ну, вообще отличный голос, который прям, вот, сопровождает во многих, там, духовных познаниях себя. Вот, так что все приходит по готовности, и не пасана, она тоже приходит. Так же, как понимание, кто такие пацаны, да, вот, то есть, они вот лазят, да, вот сейчас им сколько лет, там, по пять, по семь. Они не знают, что это просто, ну, как бы евреи обрезанные, да, то есть, так же, как чуваки, это, имеющие половую связь с бараном, там, овцом, там, с животным, да. И просто люди используют это в обиходе, и вот, ну, как бы, ну, и не мне же чувствовать в себе какое-то вот ущемление к вот этому. Это и будет вот это как раз чувство, возникшее к внешнему чему-то, но оно возникнет во мне. А то, что происходит снаружи, это же отражение внутреннего, но с задержкой. То есть, это уже происходило во мне, и вот сейчас оно, как предмет, который вызывающий вот эту внутреннюю реакцию, возникает для того, чтобы я вовлекся. Либо же смог понять устройство данного момента и остался внутри себя, изучать, познавать, кто я есть, а не вовлекаться во внешнее, тем самым трача себя. В общем, это практика присутствия, не пасла. Это уникальное. Поэтому, что я желаю вам олимпийских рекордов, мирного неба над головой. Неважно, какого цвета кожи, вероисповедания, достатка. Пола, возраста. Вы творите свою реальность. Именно своими убеждениями, именно своим отношением к этому небу. И поменять сразу не получится. Здесь просто идти по ступенькам. И наслаждаться каждым моментом. Все, у меня есть тема для следующего ролика на мой основной канал, которым я занимаюсь. А здесь больше активничать и буду больше вам вещать. Слава роду, будь добры, Меркула, успей. Спасибо. Спасибо.